Меня зовут Ольга Авдеева. Я представляю сегодня Таллин, Эстония. Мой бренд называется Maranto Perfumes. Представлена коллекция 11 ароматами совершенно разных направлений в концентрации духи. Спасибо. А давайте я вам задам вопрос и вы ответите. У нас тут подобрали очень интересные вопросы для парфюмеров. Вы же парфюмер, да? Да. Вот. Скажите, пожалуйста, откуда вы берете вдохновение при создании аромата? Я вдохновляюсь своими песнями. Я пишу песни, вдохновляюсь своими песнями и миром окружающим. Для меня источник вдохновения может быть везде. То есть даже сны, грезы, это вот все источник вдохновения. Например, аромат стратосферы мне приснился. Очень здорово. Скажите, пожалуйста, тогда, что делать, если у вас нет вдохновения? Что вы делаете? Ну, я просто в этот момент не работаю. Ничего не делаете? Ничего. Я жду вдохновения. Без вдохновения я работать не могу. Это просто ремесло тогда получается. Это не творческий процесс, а просто ремесло. А какой ваш самый любимый ингредиент? Мой любимый ингредиент это смолы, экзотические травы и, собственно, розы, наверное. А какие экзотические травы, например? Ну, вот у меня есть аромат «Лунный ангел». Он содержит вербену, масло вербены, которое я привезла с путешествия на Крит. Она немножко отличается от той вербены, которая, в принципе, произрастает в других регионах. Вы можете даже ее слышать очень хорошо. Также здесь смолы, смола «Элами». Она так оттеняет горечь небольшую. Немножечко аромат такого направления получился. Я даже не побоюсь, слово такого уникает. Да, интересный аромат. Спасибо. И еще заключительный вопрос. Какие вы бы дали три рекомендации начинающему парфюмеру? Я бы дала такие рекомендации. Во-первых, учиться. Учиться нужно всему. То есть не нужно бресговать ремеслом. Только человек, который обучился, может создавать, творить. Также второй момент — это слушаться своей души, слушаться вдохновения, прислушиваться к себе, к окружающему миру, быть в гармонии с природой. Ну, и не опускать руки. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам большое. Вы чем-то увлекаетесь помимо парфюмерии? На самом деле нет. Мое увлечение, моя жизнь, точнее, это моя семья, сын. И вот любимое дело, соответственно. Нет никаких больше увлечений. Хорошо. Какой ингредиент вы бы никогда не стали использовать в своих ароматах? Альдрон. Почему? Ну, это не для интервью. У меня прям ассоциация очень некрасивого места обезьяны. Вообще, очень прям страшный аромат. Сколько ингредиентов в вашей палитре? Очень много. 800, я думаю, есть. У меня большой, огромный шкаф. Причем процентов 85 без использования стоит. Просто, ну, вот я как шапоголик в этом деле. Покупаю, покупаю и когда-нибудь, я думаю, доберусь до всего. Так, в связи с этим вопрос. Какой самый любимый ингредиент? Норлимбанол. Мне очень сильно нравится. А чем? Ну, он, я оцениваю ароматы, вот, как, с точки зрения эмоционального восприятия. Он просто вот внутри, вот, когда бывает вот в душе озарение, вот, чего-то, как-то, ну, восторг, восхищение. Я вот это состояние испытываю, когда его вдыхаю. Вот. И вообще, древесно-амбровый мне очень нравится. То есть, сандала-пентенол нравится, кедр-амбер вообще обожаю. То есть, ну, вот такие вещи. То есть, можно сказать, что этот ингредиент вы во все свои ароматы закладываете? Практически, да. Да, если речь идет о дереве, о чем-нибудь таком тяжелом, то везде она чуть-чуть, потихонечку присутствует. Да, если бы не парфюмерия, чем бы вы еще занимались? Я не знаю. Я не знаю. Я вообще в прошлом и танцор, и человек творческий. Я любила и фотографию, и показы мы делали с друзьями. То есть, ну, такие креативные штуки. Но парфюмерия все-таки это классно, потому что я могу действительно как-то отразить себя, да, через ароматы. И, причем, я такой человек, как я не люблю лишние легенды, рассказы. То есть, я за то, чтобы гости всегда ознакомились с ароматами без прелюдий. То есть, чтобы они непосредственно, вот, разделят ли они со мной, да, мой вкус или нет, они как раз вот будут это делать только исходя из восприятия, а не предыстории каких-либо. Понятно, я поняла. Спасибо большое. Благодарю. Ирина, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о себе с помощью аромата. Какой сложный, правда, вопрос. Да, 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 сложный. Неожиданно. Ну, допустим, легкий весенний роза с туберозой. То есть, такой чисто женственный, да, аромат больше? Никаких древесных, мужественных, кто-то не будет. Немножечко в основе вази. Угу, спасибо. Так, верите ли вы в аромапсихологию? Скорее, да, чем нет. А поподробнее? Ну, поподробнее я знаю, что ароматы помогают менять и состояние, и восприятие человека, и меняют вообще даже физическое состояние. Насколько это связано с психологией, я не очень уверена, но то, что ароматы оказывают влияние, это да. Спасибо. Вот так. Расскажите о вашем самом ярком, ароматическом воспоминании. Мне кажется, более легкий, да. Было ли такое? Солнце. Яркое, ароматическое воспоминание. Ну, сейчас прям так сразу. Наверное? У нас есть объемы этих пилисов, они все по 200 рублей. Ну, это прям очень такой интимный получается вопрос. Может быть, при знакомстве с каким-то ингредиентом вы испытали какие-то там чувства? Чувствую, что это необычные ингредиенты, может быть, которые... Ну, очень многие ингредиенты, конечно, вызывают восторг. А есть какой-то самый любимый? Самый любимый? Ну, я многие люблю. То есть, вот прям вот выделять даже не могу. Потому что, правда, бывает, что одно время какой-то один вызывает желание все время с ним что-то делать, да, создавать какие-то ароматы. То потом переходишь на какой-то другой. Тут очень сильно от настроения зависит, поэтому... А чего бы никогда не положили в свои ароматы? Какой ингредиент? Вот прям табу, что нет, не хочется. Нет таких. Нет таких. Сколько ингредиентов в вашей палитре? Много. А примерно? 100, 200, 300, 1000? Показывайте, что там. Меньше тысячи. Ну, близко. Близко к тысяче, да? Ну, да. Все, хорошо, спасибо. Как бы вы описали себя с помощью аромата? Уд, кожа и шафран. То есть, это самые любимые ваши ингредиенты? Они далеко не везде встречаются, но я их страшно люблю, потому что они кажутся мне очень живыми, глубокими, животными и довольно чувственными. А какой ингредиент вы не любите и никогда не положите в свой аромат? Во-первых, плохой по качеству, безусловно, испорченный. Ну, пожалуй, если выбрать что-то из ингредиентов, то пусть это будет анис. Я его просто не люблю. Хотя, отдаю должное, некоторые духи с анисом пахнут просто чудесно, но я с этим ингредиентом не могу работать. Так, а какое время суток вы создаете ароматы обычно? Обычно ночью, когда сплю, это если говорить про идею. А сами ароматы, формулу, я предварительную формулу, я всегда пишу утром и выбираю ингредиенты для своих духов утром, а непосредственно смешиваю и заканчиваю ароматы уже вечером. То есть, вот такой интересный у меня процесс. Скажите, какой бы вы аромат, если была задача составить аромат для Филиппа Киркорова, какой бы вы ему сделали аромат? На самом деле, это замечательный вопрос, потому что я очень давно думаю о том, что если бы мне довелось бы с Филиппом поработать, это был бы просто потрясающий опыт. И это реально моя мечта, что удивительно. Поэтому ваш вопрос просто в точку. На самом деле, я бы сделала для него что-то с лабданумом, с дубовым хом, потому что это аромат очень комплексный. Он, с одной стороны, очень мужественный, с другой стороны, довольно трогательный и мягкий. Скорее всего, я бы использовала бы черный перец и белый перец, потому что они дают искринку. И плюс к тому, в дополнение к этому лайм, потому что Филипп, он человек очень яркий, мне кажется, довольно эмоциональный, при всем при этом очень глубокий. Вот эти вот ингредиенты, они красиво бы легли в основу аромата. А какие-нибудь цветочные оттенки стали бы туда вводить? Думаю, что да. Скорее всего, я бы работала бы с нероли, потому что он дает красивый лиричный мотив, и он дает некоторую трогательность и грусть. И плюс к тому, скорее всего, я бы работала с туберозой, потому что она придает аромату сексуальность и некоторую молочность, такую вот мягкую сексуальность. Мне кажется, что эти ингредиенты тоже бы подошли бы таким. Спасибо. И заключительный вопрос. А верите ли вы в аромопсихологию? Вопрос очень сложный. Скорее я верю в то, что если правильно настроить нашу голову и работу нашего мозга, то ароматы помогают нам сконцентрироваться или найти какое-то настроение. Что касается каких-то потусторонних вещей, которые обычно связывают с аромопсихологией, это все-таки вопрос больше маркетинга. Но я считаю, что ароматы это вещи, которые действительно готовы нас бросить в пучину воспоминаний, дать нам какой-то интересный опыт, либо вернуть нас в какой-то определенный день и дату. И благодаря этому они влияют на настроение. Они могут нас порадовать, они могут заставить нас грустить и плакать, могут заставить нас вспоминать что-то, что было в нашей жизни. Или наоборот настроить нас на позитивный лад, на рабочее настроение. Поэтому аромопсихология это вопрос такой довольно комплексный. Я очень верю в то, что аромопсихологи делают действительно прекрасные вещи. Они готовы делать нашу жизнь прекраснее и лучше, но это именно на уровне сознания и психологии. Я не думаю, что в этом есть что-то такое магическое. Хорошо, спасибо большое за ваши ответы. Спасибо вам. Я парфюмер из Петербурга Валерий Соколов. Коротко. Хорошо. Какой ваш самый любимый парфюмер? Джанг Латулина. Почему? Стиль. Это стиль, это опыт, это его видение, а вообще парфюмерия. Это его умение минимальным количеством ингредиентов передать. Безумно красивые идеи. Так, все ли парфюмерные ноты вы слышите? Ну, не ноты, если мы говорим про вещества, да, конечно же, то на данный момент все. Мне пока не попалось вещество, на которое у меня есть анасмея. Какие-то есть? Да нет, пожалуй, нет. Все мускусы я хорошо слышу. Какие ваши самые любимые ингредиенты, которые используете в ароматах? Что их много. Когда начинаешь заниматься этим, появляется любимый. У меня долго в любимчиках был ветивер. У меня их очень много и ветиверовых компонентов, и натуральных. Там три вида только, три или четыре. А сейчас? Да много очень. Все, что новое, появляются новинки от химических производителей. С удовольствием изучаю, пытаюсь с ними экспериментировать. А какой ингредиент вы бы никогда не стали использовать при создании ароматов? Нет таких. Нет, тот, который, ну это не парфюмерные уже ингредиенты, тот, который аллергенный, там, или какой-нибудь яд откровенный. Нет, по альфакторному профилю любой, абсолютно любой можно вписать. И паракризолы, и индолы, и все это вписывается, и работает. Как быстро вы развили свое обоняние? Обоняние, оно не развивается, оно тренируется, наверное, да? Ну, так. Постепенно, первый раз, если можно сказать, когда получил первый ингредиент, я понюхал и СОИ СУПЕР, и ГЛОФСОЛИД, и мне они показались похожими. Я какие-то минимальные отличия написал между ними для себя, но сейчас для меня это, ну, совсем разные вещи. А сколько месяцев потребовалось или дней, чтобы различить их между собой? Не, ну, они различались, но чем дальше, тем больше оттенков у каждого вещества, точнее, тем больше описаний мозг подбирает, тем больше применений он находит. Вот так, наверное. То есть сразу, там, получая что-то, примерно уже пытаешься понять, в какую схему это можно вписать, где это будет работать, а с чем это смешивает вообще. Ну, не хочется пробовать, вот так. А чем вы увлекаетесь помимо парфюмерии? Вообще, работаю в рекламе, в дизайне, в полиграфическом. Профессия творческая, работаю довольно-таки давно. Все, фирменный стиль, все вот это себе, и не только себе, кстати, а некоторым парфюмерам делала моя студия. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.